Климент Ворошилов, Родион Малиновский, Василий Соколовский и другие полководцы, чья судьба так или иначе была связана с городом на Средней Волге. В эти минуты открывают аллею маршалов Победы. Здесь установили 8 бюстов героев. В торжественной церемонии в этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции участие принимают ограниченное количество человек. Губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина и депутат Государственной Думы от Самарской области Александр Хинштейн отдали дань памяти героям. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина возложили цветы к Триумфальной арке, а затем прогулялись по аллее трудовой славы. Не случайно именно она стала центром сегодняшних торжеств, ведь в этом году Самара претендует на присвоение почетного звания «Город трудовой славы и доблести». Памятная аллея и, конечно же, арка Победы являются сегодня символом Великой Победы. И еще раз подчеркну, что родилась эта идея в ветеранских кругах, а Николай Иванович Стрынин ее рискал, а мы ее реализовали. Безусловно, заслужила, безусловно, это будет правильное, очень закономерное решение. И, конечно, наша уже сформированная аллея, та аллея, которая у нас уже есть, которой мы так гордимся, она, в общем-то, уже сказала о том, что наш город трудовой доблести. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эти минуты в небе над Самарой в парадном строю проходит авиационный пролет. Из-за пандемии коронавируса в этом году пришлось отказаться от традиционного парада с колоннами и военной техникой. Первую партию самолетов сменили. Прямо сейчас в небе можно увидеть пролет ракетоносца Ту-95МС «Самара», самого скоростного в мире самолета с турбовинтовыми двигателями, и бомбардировщик Ту-160 «Николай Кузнецов», который является самым крупным и мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эти минуты на территории прибора строительного техникума самарцы возлагают цветы к мемориалу труженикам завода имени Масленникова. В годы войны завод работал в режиме чрезвычайного положения, производил продукцию оборонного назначения. На заводе производили боеприпасы для артиллерии и танков, и авиабомбы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тысячи самарцев стоят у окон домов на балконах с портретами своих родственников, которые, как могли, приближали победу. Кто-то погиб на фронте, кто-то пропал без вести, кому-то посчастливилось дожить до Великой Победы и вернуться домой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре также прошел флешмоб «Флаги России». С особым чувством в нем приняли участие жители 33-го дома по улице Панова. Здесь жил герой Советского Союза, командир батареи гаубичного артиллерийского полка Союза Иван Смоляков. 9 мая волонтеры в магазинах, аптеках, на автозаправках раздали более полумиллиона георгиевских ленточек. Символом победы украсили фасады зданий. Кроме того, жители всех городов региона приняли участие во всероссийской акции «Свет победы». В 10 часов вечера жители города зажгли фонарики в память о павших героях. Мария Левина, Елена Малютина, Семен Безгинов, Максим Гусев, Николай Сидоров. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова